Здравствуйте! Вы смотрите программу форума «Лоздоровье» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Федорович Коваленко, заведующий кабинетом мануальной рефлексотерапии и поликлиники филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Михаил Федорович! Здравствуйте, Мария! Очень рада снова вас видеть в нашей студии. Продолжаем говорить о гомеопатии, о возможностях мануальной рефлексотерапии и еще о многом другом. Поэтому оставайтесь с нами. Михаил Федорович, сегодня мне хотелось бы начать нашу программу с того, что в нашей студии и в нашей с вами программе появились три персонажа. Вот они перед нами, вот они на нашем столе. Давайте немного поговорим о них, кто это и почему они сегодня заняли центральное место в нашей студии. То есть, все-таки мы с вами отошли немного на второй план. Безусловно, потому что то, о чем мы собираемся сегодня говорить, это метод гомеосинеатрии. Он настолько сложен для восприятия, что без помощи наглядных таких пособий или определенных скульптур и фигур трудно это даже понять. Что это такое? Дело в том, что метод немецкой медицины, который был предложен Реквегом, Гансом Геймрихом, заключался в том, что он объединил одним словом несколько понятий. Гомеосинеатрия объединила немецкую классическую гомеопатию, немецкую медицину и медицину Востока. Но поскольку Восток – это такое широкое понятие, то на нашем столе перед вами, перед зрителями, находится, прежде всего, великий врач Востока, философ, ученый. Показать прям даже, да? Да, да, да. Показать зрителям, вот он. Вот, известный и у нас, и на Востоке Абу Али Ивен Сина. Но в Европе его знают под именем Авиценны. Это великий врач древности. С его трудами связаны большие новые взгляды на медицину, на человека, в частности, еще в древности он высказал мнение о четырех типах темперамента, что потом нашло развитие в трудах академика Павлова, уже в наше время, можно сказать. И его труды были изложены в виде канона медицинской науки. Дело в том, что слово «гомеосинеатрия» первое место занимает «гомео». Это «гомеопатия». От слова «гомеоподобный» в переводе с греческого. «Апатос» – это болезнь. И вот у нас доктор, это доктор из России, да, россиянин, он вооружен… Гомеопатическими средствами. Совершенно верно. И вот необычное то, что он очень уверенно держит в руках шприцы. Давайте его тоже мы покажем сейчас. Да, с гомеопатическим препаратом. Такой очаровательный доктор у нас сегодня находится в нашей студии. Да. Помощник. Да. Всем тем, кто нуждается в скорой и своевременной, что самое главное, помощи. Да. Это объединяет нашу отечественную медицину с немецкой медициной, поскольку существует множество связей между Россией и Германией по вопросам медицины. Ну и по другим, конечно. И вот вторая составная часть гоме-синеатрии – это синология. И это наука о Китае. Если можно, покажите нашим телезрителям этого замечательного… Это не случайные точечки? Нет, конечно. Это все точки соответствуют абсолютно точно точкам акупунктуры, то есть предназначенным для иглоукалывания. Но мы говорили об этом в наших прошлых передачах и об акупунктуре, и об иглоукалывании. Да. Как эти методы в той или иной степени и используются, и как они влияют на организм человека. Да, а сейчас мы об этом… Давайте вернем на место. Да, давайте. А сейчас мы об этом говорим, поскольку как раз доктор, вооруженный гомеопатическими препаратами в шприце, он проводит специальными приемами введение этого гомеопатического препарата именно по точкам китайской акупунктуры. Вот все и соединилось. Да, но еще осталась третья составная часть гомео-синеатрии – это ятрас. А ятрас по-гречески, по-древнегречески – это врач, врачевание, умение лечить, используя понимание человеческой психики. И вот олицетворением вот такого высокого уровня врачевания, умение лечить, конечно, является Абу Али Ибн Сина, Ави Цена. И, конечно, он занимает центральное место, скажем, в этом параде представителей, олицетворяющей расшифровку слова «гомео-синеатрия». Чем полезен этот метод, в каких случаях его применяют и как он сочетается с рефлексотерапией? Безусловно, для зрителей очень важно узнать, а как это применить и подходит ли он именно для них. Но прежде всего метод инъекций немецкой ампульной гомеопатии по точкам китайской акупунктуры, он очень высокоэффективен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Мы об этом тоже… Ну, касались уже этого в предыдущих передачах, говорили, что при заболеваниях опорно-двигательного аппарата очень эффективен именно этот метод. Да, и прежде всего, конечно, это боли в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника и, конечно, лечение грыж межпозвонковых дисков. Вот возникает вопрос, что какому-то определенному заболеванию соответствует метод, который как бы по уровню воздействия, скажем, может оказать лечебный эффект. Так вот, именно такое соответствие между методом гомесинеатрии и лечением грыж межпозвонковых дисков есть. Ну, кроме этого, гомесинеатрия прекрасно помогает при головных болях различного характера, при невралгиях. Этот метод используется и для лечения сколиозов позвоночника. У нас одна из передач, которую вот вы проводили, была посвящена отдельно сколиозам, да. И, конечно, этот метод используется для лечения заболеваний суставов. Но нашим профильным приоритетом является лечение заболеваний позвоночника. Да, кроме этого, можно лечить успешно заболевания желудочно-кишечного тракта. Можно лечить кардиологии, то есть боли в области сердца, обусловленные другими причинами. Не коронарогенного происхождения, ну, а, скажем, остеохондрозом шейного и грудного отдела позвоночника. И если использовать этот метод, то можно избавить человека от болей в области сердца, которые носят не коронарогенный характер. Успешно применяется метод при заболеваниях таких, как невростыния, астыния. Помогает улучшить способности человека к запоминанию, освоению материалов различного информационного плана. При заболеваниях урологического характера, как простатиты. И даже есть работы, посвященные улучшению эректильной функции у мужчин и лечению фрегидности у женщин. Ну, вот примерно в таком направлении. Получается, достаточно широкий спектр. Как же действует этот метод? На этот вопрос можно ответить, что здесь эффективность высокая метода связана с тем, что два метода взаимно усиливают друг друга. Введение самого гомеопатического препарата приводит к сильному воздействию на организм. Это и противовоспалительное, и противоболевое действие, и противоспастическое. А кроме этого, воздействие с помощью иглы на точки акупунктуры, иглоукалывания, включает механизмы воздействия самой точки на организм человека. А это стимуляция всех защитных сил организма, резервных возможностей организма. Ну, и, конечно, тех систем, которые являются защитными. Прежде всего, система гипофиз, адреналовая система, объединяющая гипофиз и кровонадпочечник. Возрастают способности человека к адаптации и преодолению различных болезней. Сколько лет Вы уже практикуете этот метод, и насколько действительно он показал свою эффективность? За время именно Вашей практики? Здесь следует отметить, что в Германии этот метод был впервые применен в 1935 году, когда ведущая немецкая фирма, которая производила ампульные гомеопатические препараты, приступила к использованию в начале растворов гомеопатических препаратов, таких как травмель, грипп-хель, ангин-хель. А в дальнейшем перешли к производству и применению ампульных препаратов. У нас в России в 1991 году были внедрены методы использования немецкой гомеопатии, и в том числе ампульной гомеопатии, когда здесь была организована дочерняя фирма от основной немецкой фирмы, которую возглавил Сергей Александрович Рабинович. И эта фирма занималась тем, что она проводила очень большую образовательную работу, подготовку врачей, проводили различные семинары, симпозиумы, конгрессы, и даже обеспечивали литературой, журналами, книгами, причем во многих случаях совершенно бесплатно. То есть там работали в этой компании энтузиасты своего дела, а мы во многом обязаны немецким преподавателям, сотрудникам немецкой компании, которая производила ампульные препараты в Баден-Бадене, которые сюда приезжали, и тут хочется, конечно, вспомнить прежде всего семинары и симпозиумы Клауса Кюстермана, и руководителя ассоциации по применению гомотоксикологии в Германии, графа фон Ингель Хама, который организовывал многие лекции и семинары здесь у нас в Москве. Альда Смит, руководитель научного отдела компании, также неоднократно выступала с такими семинарами. Доктор Рецель. И вот я назвал очень маленькое количество за недостатком такой возможности в нашей передаче, но это те люди, которые вкладывали свой интерес, свою душу в обучение врачей, и они заложили основы для дальнейшего изучения и применения здесь у нас гомеопатии. Мы стали применять вот в нашей поликлинике города Одинцова, как поликлинике третьего филиала госпиталя Вишневского с 2000 года, поскольку этому были свои основания, вот к этому времени уже развитие этих идей приняло такой мощный характер, и были подготовлены соответствующие книги, руководство для того, чтобы можно было применять этот метод. Ну, 18 лет, достаточный срок. Ну, показал этот метод свою эффективность? Да, безусловно. Этот метод позволяет в настоящее время использовать ампульную немецкую аммиопатию вот в тех направлениях, о которых мы с вами говорили, и, в общем-то, этот метод имеет доказательную большую базу, ну, прежде всего, в Германии. Почему? В Баден-Бадене, там, где есть производство этих препаратов, как ампульных, так и таблетированных, организован целый научный институт, где работают серьезные ученые, и они темой для своих исследований именно делают доказательство того, что эти препараты высокоэффективны, причем и в экспериментальных работах, и в клинических работах. У нас многие научные работы были этому посвящены, и защищены кандидатские диссертации, докторские, где применялись эти препараты успешно в Москве и в других городах России. И, следует сказать, здесь большую роль вот сыграло то, что президент Российского общества рефлексотерапевтов Лев Георгиевич Агасаров, он является одним из основоположников развития научного обоснования применения гомесиниатрии, и его книга под названием «Фармакопунктура» или «Фармакологическая рефлексотерапия», выпущенная издательством Арнебия, имела очень большой успех, ее смысл и значение в настоящее время даже возрастает, поскольку все больше и больше врачей интересуются вот именно этим методом. Наши скромные попытки провести свой анализ позволили написать и публиковать несколько журнальных научных статей, и вот совместно с сыном моим Виктором Коваленко была проведена хорошая дизайнерская обработка, были нарисованы собственного производства рисунки, картины суставов позвоночника, и выпущен буклет по гомеопатическому лечению грыж межпозвонковых дисков на основе доклада на международной конференции по традиционной медицине. И, кроме этого, была написана книга, в 2007 году она вышла, «Гомеопатическое лечение заболеваний позвоночника, суставов и сердца». И там вот эти работы были так вот ярко представлены. Ну, без художественной такой обработки материал трудно усваивается, тем более, вот как сегодня у нас слово «гоме-синеатрия», без вот наших помощников трудно было бы себе представить. Михаил Федорович, а все-таки Вы в своей практике используете каждый отдельно, самостоятельно метод в том или ином случае, или все-таки Вы делаете компиляцию и можете использовать разные методы, и мануальную рефлексотерапию, и иглоукалывание, и, соответственно, ампульную гомеопатию? Вы знаете, Мария, этот вопрос волновал умы не только наших телезрителей, не только Вас, но и ученых, и философов. Еще Сократ сказал, что плохо, что одни врачи лечат душу, а другие лечат тело. И высказал пожелание, чтобы каждый врач лечил и то, и другое. И вот, когда один врач лечит только одним методом, но не может использовать другие методы, а пациент нуждается и в том, и другом, получается, что пациенту надо обращаться к нескольким специалистам. Вот наши учителя, преподаватели из Германии, они предложили, чтобы врач объединил в кабинете, в котором он работает, или в отделении, а в Германии это клиника, то есть один врач, и, скажем, там 2-3 комнаты, это уже клиника. Да, и этот врач, он, по мнению немецких специалистов, он владеет и мануальной терапией, и иглотерапией, и гомеосинятрией в виде инъекций в точке акупунктуры по особой технологии. Вот, поэтому мы, собственно, пошли вот таким путем. И на одном из симпозиумов мы с удивлением узнали, когда приехали врачи из Италии, из Милана, группой руководил Массимо де Белис, автор нескольких книг в области применения гомосинятрии в Италии. У них тоже так организована работа, так что мы не одни в этом направлении. Михаил Федорович, что бы Вы пожелали нашим телезрителям? Я бы пожелал, основываясь на том, что вот мудрейший из врачей Авиценна, он говорил о том, что очень важно, чтобы против болезни пациенты объединялись с врачом. в своем понимании болезни, в своем понимании того, как ее лечить в мерах лечения и профилактики. И тогда Авиценна говорил о том, что врач и пациент будут в большинстве, а болезнь останется одна, и ничего не остается, как уйти. Да, поэтому я пожелаю выбрать вот именно такое направление, именно такой путь, объединяться с врачом, достигать максимума понимания. Тогда методы, которые применяют пациенты, по рекомендации врача, будут иметь максимальный эффект. Спасибо за интересную беседу, спасибо, что были с нами. Спасибо, мне очень приятно, что такой интерес к методикам, в том числе гоме-синеатрии, он отражает интерес наших телезрителей. И это очень хорошо, додает перспективы по улучшению состояния здоровья в целом населения. Спасибо, вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.